Привет-привет, друзья мои, добро пожаловать! Мы с вами находимся в игре Симс 4 в нашем летсплей-сериале, который у нас имел кодовое название «Родители», хотя, честно говоря, уже от «родителей» ничего у нас не осталось, у нас тут уже совсем запутанная история, и тем не менее мы с вами посмотрим, что же будет дальше. Кстати, да, друзья мои, может быть, придумаем какое-нибудь новое интересное название для нашего сериала, буду очень рада вашим комментариям, и, может быть, самое оригинальное мы выберем, мы так назовем наш сериалище, потому что это действительно уже сериалище, у нас тут столько всего произошло, давайте я вам кратенько напомню, что было в прошлой серии, потому что прошлая серия была записана очень давно, честно вам сказать, я ее даже специально пересматривала, потому что я не помню лично, что там было, и для развития дальнейшего сюжета действительно пришлось пересмотреть, чтобы что-то у нас... Ох ты ж, девочка упала! В общем, чтобы у нас тут все было в норме. И так, как вы помните, в прошлой серии Кроу нас занялся расследованием, исследованием, кто же был такой Джек, что он вообще забыл в этом городе, и выяснилось, что Джек охотник на вампиров и ищет свою потерянную жену. В то же время Мариан, бывшая наша... По-моему, Мариан, я надеюсь, что с именами я не запуталась. Бывшая нашего Кроу прислала старую записку Кроу нашей главной героине, и она в слезах, скажем так, убежала из дома, ну не убежала, скажем так, ушла из дома, потому что у нее как раз, кстати, был день рождения, она не хотела портить разборками с Кроу, поэтому она решила, что хочет побыть вместе со своей дочерью, вместе отпраздновать свой день рождения, и они пошли в парк, как вы видите, и там произошла достаточно неловкая встреча. Она встретилась с Джоном своей первой любовью, со своим первым... Ну, это нельзя назвать ее парнем, потому что у них был очень краткосрочный такой роман. Джон, она, как вы помните, была у нас девочкой Эмо, вот как раз такой вот причесочкой практически, и он ее увидел, решил, скажем так, ну поразвлечься немножко, и, как вы понимаете, дочка, где наша дочь? Где наша дочь? Дорогая моя, это... Слушайте, это же наша дочь? Нет? Я что-то не помню, что мы тебя так переодевали, Кристал. В общем, Кристал его дочь, да, друзья мои, Кристал его дочь. Джон, скажем так, пока что только догадывается о том, что Кристал его дочь, но, как видите, он у нас изменился. Он у нас изменился, он стал очень таким вот культурным, приличным. Джон был несколько старше, чем наша Анна. Он решил, что праздная жизнь, это уже ему неинтересно. Он отправился в колледж, выучился на архитектора, и вот попрос погулять в парк, и произошла такая вот у нас интереснейшая встреча. Они разговорились, наши ребята разговорились, давайте, может быть, действительно пообщаемся. У меня тут, кстати, ребятки, я записываю серию уже после выхода кошек и собак, и после того, как я установила моды, и некоторые моды глючат, ребят. Не все моды обновились, поэтому, к сожалению, часть, может быть, у нас сегодня немножечко глючная получится, потому что я не знаю, что именно будет в игре глючить. Поэтому заранее перед вами извиняюсь. Как видите, мы общаемся, общаемся с нашим Джоном, обсуждаем всякие интересные новости. То есть, как бы, Анна не хочет каких-то, знаете, там, чего-то серьезного с нашим Джоном. Она, в принципе, просто с ним решила поговорить. Господи, какой срач вы развели здесь, детишки. Детишки, я же вас наругаю. Короче, значит, они у нас тут разговаривали, и Анна, как-то, знаете, вот она при самой встрече, она была действительно очень грустная, и Джон говорит, типа, дорогая моя, ну, не дорогая, ну, как бы, подруга, потому что, как бы, ну, прошло уже столько времени, что-то такая грустная. Чего ты грустишь? И дети меня достали, вот эти все детишки, что вы тут засрач устроили, развели. Так вот, в общем, типа, что с тобой случилось? Ну, она решила не рассказывать, конечно же. О-о-о, ребята, у нас беда. Нам нужно срочно в туалет, господи, какие же мы грязные. Короче, запачкались мы с вами, и Джон, конечно же, увидел, что Анна грустит, и он такой говорит, типа, Анна, с тобой все, в принципе, в порядке. И... О-о-о, господи, мне становится все страшнее и страшнее. Давай мы тебе поднимем настроение. И Анна говорит, что, мол, да, как бы, у меня сейчас небольшие проблемы, но я, как бы, живу уже не с родителями. Но, понимаешь, как бы, ну, бывают всякие трудности в семье. И она говорит, что сейчас, как бы, я вот ушла в парк, но спросила ее, типа, а что ты делаешь уже, как бы, здесь вечер, все дела. Ну, она говорит, у меня, как бы, был день рождения, и я решила со своей дочерью вместе в парке отпраздновать его. И вообще, как бы, я не очень хочу домой-то, как бы, возвращаться. Ну, и Джон такой говорит, как, ну, у тебя же маленький ребенок, тебе, наверное, надо будет ее переодеть. Тем более, Анна говорит, что у нее тоже скоро будет день рождения, все дела. Ну, как вы знаете, наша Кристал вот-вот повзрослеет. И Джон такой, знаете, стал, подумал, мол, как бы, мне помочь, как бы, им помочь. Он говорит, Анна, ну, мы с тобой давно знакомы, как бы, мы не общались, да, но я хочу тебе помочь. То есть, как бы, может быть, ты пару дней проведи у меня, то есть, как бы, наладится вся ситуация у тебя дома. Он не начал ее расспрашивать, то есть, как бы, ну, доверился девочке, девушке. Она у нас уже молодая женщина куда-то пошла. А, ты домой у нас отправляешься? В общем, он доверился ей и говорит, если хочешь, можешь у меня пожить немножко. У меня большой дом. Так как я выучилась на дизайнера, то я спроектировала свой дом, переделала. Как вы помните, у него было такое холостяцкое гнездышко. А сейчас у него уже был такой нормальный полноценный дом. И он говорит, Анне, может, ты сходи домой, там, оставь записку, что ли, возьми какие-то вещи, которые тебе нужны. И давай-ка, приходи, приезжай, там, не знаю, день рождения твой отпразднуем, твоей дочери отпразднуем день рождения. И вообще, не переживай, типа, у меня, как бы, никаких я к тебе не буду ни приставать, ничего. Ну, Анна, конечно, посмеялась, потому что, как бы, уже взрослая девушка, уже не тинейджер. Ей, как бы, она у нас и с вампирами тусила, со всеми тусила. Ей уже ничего не страшно. Она говорит, хорошо, я сейчас быстренько отправлюсь домой, оставлю записочку в этом самом... Она решила оставить в почтовом ящике записку для Кроу, что, мол, все в порядке, я, в общем, мне нужно подумать, там, сложилась кое-какая ситуация. Она выключила телефон, чтобы Кроу ей не названивал. И, в общем, прости, пожалуйста, ну, мне надо подумать, то есть, со мной все в порядке, не переживай, в общем, все дела. И сейчас нам с вами нужно отправиться домой, давай-ка мы с тобой сходим домой. Я надеюсь, что дома у нас никого не будет. Я надеюсь, что Кроу все еще занимается своими поисками-происками. Поэтому сейчас мы с вами так тихонечко сходим, соберем какие-нибудь вещички и, в принципе, отправимся к Джону, потому что Джон все-таки, да, он был поганцем, но он у нас, знаете, был таким вот классическим поганцем. А сейчас вроде бы он поумнел и, мало ли, может быть, Анна в нем увидит хотя бы хорошего друга, не того друга, какой у нее был Джек. Я думаю, что многие помнят Джека. В общем, топаем мы с вами домой. О, да. Мы с вами еще и воняем, и мы грязные, ребята. Мы воняем, и мы грязные. Это просто полная жесть. Итак, мы с вами дома уже у Кроу и Анны. Судя по всему, Кроу либо в спячку впал, как обычно, то есть он, скорее всего, либо в гробу спал, либо же охотился, потому что Анна, так, знаете, аккуратненько подошла, посмотрела, все ли в порядке, никого ли здесь нет. Ну, вроде бы в доме никого не было, она так позаглядывала. Она собрала небольшой такой вот рюкзак, тут какие-то ее книжки, вещи. Просто, знаете, захватила, чтобы действительно на пару дней. Она достала свое письмо и решила положить его прямо в почтовый ящик. То есть, если что, Кроу увидит. Она подняла, как видите, вот эту красненькую штучку. Я помню, в фильмах мне ужасно это нравилось. То есть, если приходит письмо, поднимается вот этот флажок. И, в принципе, она решила, что даже помыться она сможет уже у своего, скажем так, старого друга. Потому что действительно стоит меньше времени сейчас проводить дома. Тем более, что, мало ли, вдруг Кроу явится. Ей не хотелось объясняться. То есть, знаете, вроде бы, да, она уже такая у нас молодая девушка. Все дела. Так, кто у нас там вышел? Так, наша дочка встала. Ну, вышла. Она, как бы, немножечко, я смотрю, что загрустила парочку игрушек. Мы, конечно, бросили пару детских книжек. Но, тем не менее, она, конечно, тоже не хотела никуда уходить. Анна, как бы, как я уже сказала, она все-таки уже у нас молодая девушка. Но, тем не менее, она была подвержена таким вот каким-то перепадам настроения. И сейчас у нее, знаете, такой вот проснулся юношеский максимализм. Мол, ах, Кроу, такой вот засранец, скажем так. Он мне там, вот, не знаю, изменяет, не изменяет. Какие-то нам письма странные присылают. Поэтому нет, все. Я, типа, должна остыть. Я должна переждать. И, конечно же, Анна написала Кроу, чтобы он не беспокоился, не переживал. Она скоро с ним выйдет на связь. То есть, знаете, у нее какие-то, действительно, какие-то перепады бывают. Поэтому они собрали из Кристал вещи. И теперь им стоило отправиться прямиком к Джону. И так дело сделано. Все вещи мы забрали. Все оставили. Все записочки. И теперь наша Анна вместе с Кристал переехала в дом к нашему дорогому Джону. Она, конечно же, как только прибыла на указанный адрес, она, в принципе, дом не узнала. Потому что, как вы помните, у нее было действительно такое маленькое гнездышко, скажем так. А типичная холостяцкая такая вот, я бы даже сказала, что это квартирка, потому что квартирка на земле. Потому что как-то она совсем была маленькая и действительно походила на квартиру. А сейчас он выстроил тут настоящий дом. Домище. И жил Джон не один. Нет, друзья мои, у него не было жены, у него не было детей. У него был верный пес. Верная псина по имени Эмбер. Вот такая вот милая собачонка. Смотрите. Точнее, ну ладно, собака. Мне она действительно очень понравилась. Мне кажется, что она нашему Джону подойдет. Эмбер просто идеально. Итак, Эмбер вот с таким вот няшным красным платочком на шее жила у нашего Джона. И я предлагаю посмотреть, что же у него здесь за участок. То есть Анна, когда к нему пришла, она просто, скажем так, это немножечко... Она обалдела, потому что действительно дом, во-первых, выглядел очень дорого. Он был очень красивый. И в целом она бы даже не сказала, что это мог бы быть дом того Джона, который просто, вы знаете, у нее на лбу было написано «Я холостяк, я вот живу как хочу сегодняшним днем. Сегодня одно, завтра другое». Итак, если мы с вами зайдем, здесь у нас такая вот гостиная, прихожая. Это, знаете, все вместе. Здесь у нас кабинет нашего Джона. Как вы понимаете, он у нас работал дизайнером-архитектором, поэтому у него тут всякие книжки, проекты, даже какие-то награды он уже успел получить. И даже розочка стояла. Если мы пройдем налево, то мы увидим как раз вот тоже такой вот небольшой холл, где можно было посидеть, где были игрушки нашей Эмбер. И здесь у нас ванная комната. Ванная комната. А если пройти чуть дальше, то у нас здесь был небольшой спортивный зал. Ну, наш Джон любил себя держать в форме. И здесь была кухонька вместе с баром. То есть, допустим, если приходят какие-нибудь знакомые, то можно было их угостить, посидеть, пообщаться. В общем, вот так вот здорово. Ну и, конечно же, был маленький... Ой, у нас немножечко недостроено. Ну, будем считать, что ремонт закончен еще вот на 99%. И второй этаж. Здесь у нас книжная полочка стоит и три двери. Здесь комната, где уже размещены были некоторые вещи нашей Кристал. То есть, какие-то он успел поставить, выставить кровати. Какой-то старенький компьютер. Правда, почему-то он стоит у нас наоборот. И стоял рюкзак. То есть, как бы Джон помог занести вещи. Если мы... Ой, мамочки, что-то нас вынесло. Тут же у нас находилась маленькая компактная ванная комната. И здесь, собственно, спальня нашего Джона. Да, у него какие-то лаки. Ну, не знаю. Может быть, он... Не знаю, что он тут делает. Может, к нему сестра приезжала какая-нибудь. Или же, там, не знаю, мама, например, оставила. Но сразу вам хочу сказать, что Джон у нас был не женат. То есть, как бы, сто процентов, сто пудов жены у него не было. Итак, мы с вами явились в дом к нашему Джону. Давайте хоть посмотрим. Надо нашей Анне первонаперво пойти помыться. Прими ванну. А вот нашей девочке, мне кажется, стоит, как бы, уже ложиться скоро спать. Но, я не знаю, ты спать не можешь, да? То есть, нам здесь нужна будет все-таки кроватка для малышей. Кроватка для малышей. Нам придется пока что... Давайте уберем в багаж. И выберем кроватку для малышей. Надо что-то тоже симпатичное, няшное. Потому что девочка все-таки приехала с мамой. Давайте вот такую вот розовую машинку. Пусть у нас будет такая временная розовая машинка. Я надеюсь, что ты сможешь лечь спать. Ой, ну чего ты... А, ты не умеешь подниматься по лестнице. Блин. Джон, давай ты поможешь девочке. То есть, Джон, Кристалл, знаете, так вот очень... Давай мы тебе смешно хотя бы представимся. Она у нас независимая. О, опять у нас какие-то там глючки. Так, ну что? Ты к девочке хоть можешь по... Поприветствуй дружески. Не, не хочешь? А может быть, хотя бы смешно представишься? Не хочет он, друзья мои. Вот видите, то, что я вам говорила из этого глюка. Это, видимо, с командным центром какие-то проблемы. Вот он не хочет с ним вообще никак здороваться. Давай позови хотя бы. Вот, видите, у нас вообще не срабатывает взаимодействие нашего Джона с Кристалл. Так, дорогая моя, ну давай-ка мы с тобой сейчас создать группу. Подними. Ты-то хоть можешь? Нет, не можешь? Да ладно, ты что, шутишь? Так-с. Ну, в общем, да, друзья мои, у нас будет вылазить такое вот окошко. К сожалению, с ним ничего нельзя будет сделать. Я прошу заранее прощения за него. Итак, нам нужно срочно поднять нашу дочку наверх. Так, давай-ка ты уложи спать, Кристалл. Я надеюсь, что у тебя получится это. Пожалуйста, я тебя умоляю. Уложи дочь спать. Ты уложишь? Да, слава богу. В общем, ребятки, сори за вот этот глюк. Я разберусь с этой ошибкой и надеюсь, что вы действительно меня поймёте. Так, кто? Паула Рок? Паула Рок, когда я с тобой успела познакомиться? Понятия не имею, когда мы успели с ним познакомиться. Понимаете, эта фига тень ещё не пропадает. Я не хочу, чтобы у нас это всё открывалось. Эх, вот видите, закрываешь, закрываешь, а оно всё равно вылазит. Так, я думаю, что нам нужно покормить нашу Эмбер. Нам нужно покормить Эмбер. Надо, во-первых, наполнить миску. И давай-ка мы наполним на 40. Так, и составим каждый час, пусть будет появляться. Так, а ты что, не хочешь, не можешь, нет? А ну-ка, иди сюда. А, ты пройти даже не можешь? Ну, понятно, мы же тут всё заставили. Ну вот, наконец-то у нас наш Джон смог выйти. И я вижу, что Эмбер уже голодная. Так, я смотрю, что... А, дорогая моя. Эта кроватка не для тебя. Кроватка, вообще-то, вот эта для тебя. Ложись спать. Кристалл уже спит. Кристалл уже видит который сон. А, ты наполнил всё, ты молодец. Ты можешь, кстати, с Эмбер хоть немножко поиграться, потому что, мне кажется, она очень грустная сейчас будет. Расстроится. Пожалуйста, не грусти. Да, ребят, я вам хочу сказать, что с модами бывают такие проблемы. Честно вам сказать, первый раз у меня такая проблема. То есть, как бы, вот так... Именно вот так вот вылазит у нас сообщение. Когда такого не было. Ну, я надеюсь, что я действительно к следующему ролику это всё изменю. Поэтому, прошу вас не обращать внимания, потому что я сама обращаю внимание, и меня это напрягает. Спрячься. Всё. Пожалуйста. Я прошу тебя, больше не вылазь. Странно, я только что порылась в менюхе, в настройках. И почему-то скрыть его нельзя, эти уведомления. Так, ну, в общем, как видите, у нас тут всё в порядке. У нас тут всё очень здорово. Ребята наши спят. У нас, как бы, 9 вечера. И завтра, друзья мои, я вам хочу сразу так вот тихонечко напомнить. А точнее подсказать. У нас завтра день рождения у нашей Кристал. У нас день рождения у нашей Кристал. И, как вы понимаете, хотелось бы как-то его неплохо отпраздновать. Хотя бы тортик приготовить. Так, ну что. Порасчесывали. Кристал, я же надеюсь, мы не ошибаемся, да? У тебя же вот-вот день рождения. Так, где ты у нас тут? Да, друзья мои, Кристал вообще, в принципе, она у нас почему-то отбросилась назад. Как я вам уже говорила, был глючок с нашими дополнениями. Но, как видите, всё в порядке. Мы завтра действительно отпразднуем наш день рождения. Так, ты хочешь кушать? Джон у нас проголодался. Я думаю, что нам стоит приготовить хоть что-нибудь. Давай хотя бы макарошки с сыром, потому что Анна очень устала. И, как бы, ей уже было не до готовки. Видите, она легла спать. И всё. И больше она ничего не хочет. А что наша Эмбер делает? Наша Эмбер, в принципе, ничего такого особо не делает. Я думаю, что ты должна пожевать игрушку. О, посмотрите. Блин, она мне так нравится. Такая няшная. Чё-то она уже там испугалась. Может, не надо пугаться. В общем, Джон решил, знаете, вот быть хорошим, скажем так, хозяином. Понятное дело, что, ну, Анна ему нравилась. Да, Анна ему нравилась. То есть, как бы, вы и сами это понимаете. Раз у них хоть был какой-то краткосрочный роман, тем более, если он её узнал. То есть, если парень запомнил девушку, то это уже наверняка говорит о многом. И сейчас, так как он её к себе пригласил, то есть, чтобы она у него остановилась, пожила немножко, то он ни на что не намекал, понятное дело. То есть, как вы понимаете, это было бы не очень красиво с его стороны. Но Анна ему нравилась. В ванне было что-то такое, что нравилось нашему Джону. И он так решил вот сейчас. Вот видите, какой довольный, довольный фейс, довольная рожа. Итак, он собирался, как вы понимаете, завтра устроить небольшой сюрпризик для Анны и для Кристал. То есть, он хотел испечь какой-нибудь вкусный тортик. Эмбер, с тобой всё в порядке? У тебя всё хорошо? Да, у Эмбер всё отлично, она у нас почему-то только в ванной сидит. Я думаю, что лениться... Нет, тебе лениться не надо. Может быть, пойди погрызи что-нибудь. У тебя же тут игрушек столько. Иди погрызи. Плавать, конечно, купаться тебе не стоит. А вот давай-ка ты поиграйся ещё. Побегай за мячиком. В общем, Джон решил действительно приготовить завтрак. И потом он решил... Так, я хочу приготовить действительно какой-нибудь тортик. Я думаю, что шоколадный торт для Кристал идеально подойдёт. Так, помыл ручки. Такой вот, знаете, чистенький весь. Чистюлькин. Да, так вот, он хотел небольшой такой вот, ну, скажем так, презент в виде тортика сделать. И так как он у нас работал дизайнером, то, знаете, у него такой ненормированный график, то в целом он должен был... Ну, мог первую половину дня провести с нашей девушкой. А вторую половину дня, к сожалению, ему надо было отправляться на работу. Так, а ты тортик вообще собираешься делать? Возобнови торт. Я понимаю, что места нет. Давай возобновляй. Только бы Эмбер не скушала. Эмбер, а ну расскажи, как у тебя тут дела. Эмбер всё играет. Эмбер всё играет, но пусть играет, действительно. Ты что делаешь? Ты что, выбросил? Ребята, мы с вами допустили ошибку. Мы случайно с вами вот говорили-говорили и случайно всё испортили. Так, ну что? Давай-ка мы сейчас с тобой приготовим ещё один тортик. Пожалуйста, Эмбер, отойди. Мы приготовим тортик, порадуем нашу имениницу с утра. И, в принципе, ну, не знаю, может быть, куда-нибудь сходим погулять. Или же просто дома проведём время, посмотрим какие-нибудь фильмы, мультики, я не знаю. Ну, а вечером, к сожалению, Джону надо было отправляться до работы. То есть, действительно, он работал в небольшой архитектурной компании, что-нибудь там проектировал, делал. Ну, и учитывая, что он доверял Ане, то он спокойно готов был её оставить дома, чтобы она вместе с Кристалл осталась. Ну, то есть, могли их здесь провести свободное время. Так, ну что? Что у нас тут такое? Готовишь тортик? Молодец. Готовь. Что у нас на улице? На улице у нас, кстати, тишь да благодать. Как вы видите, у нас тут действительно красота. Как вы знаете, у нас тут недалеко от его дома живёт семья нашей Анны. Но я думаю, что сегодня мы к ним отправляться не будем. Хотя, стоило бы, наверное, всё-таки Ане как-нибудь навестить своих родных. Так, всё, тортик готов. Тортик готов. Я предлагаю тебе его не трогать. Тихо, в меню я не выхожу. Я его поставлю в холодильник. От греха подальше. Мне кажется, что у нас уже время позднее. Надо всем ложиться спать. Давай-ка ты ложись спать. И Эмбер пусть тоже ложится спать. Спать. Давай-ка. Дорогая моя, побежали, побежали, побежали. Бегом. Всё, всем нужно отдыхать. До следующего утра. Итак, утро у нас уже наступило. И следующий шаг, который должен был сделать Джон, это... Это, это, это открыть свой холодильник. Поставить тортик. Давай-ка поставим. И я хочу здесь поставить свечки. Сможешь, надеюсь, поставить? Добавить свечи. Давай-ка. Добавь свечи. Мне кажется, что наши девочки тоже уже должны просыпаться. Как видите, у них уже, в принципе... Ой, надо поменять тебе подгузник. Надо тебя либо искупать, подоснуть одеяло. Не надо это делать. Джон, давай-ка. Давай-ка мы это с тобой сейчас сделаем. Свечки мы поставили, ребята. Всё, у нас уже готово. Пусть наш Джон, наверное, пока что отправится в туалет. Посмотрит, что у нас там за компьютером. Подумать шутки. Хотя нет. Я думаю, что ты у нас должен... Другие варианты в сети. Давай-ка ты просматривать форумы. Нет. Давай ты симпедиу попросматривай. Может, какие-нибудь там... Чего ты раскапризничалась? Мне нужно тебя искупать в ванной. Эмбер. Эмбер, иди сюда. Сейчас ребёнка купать здесь будут. Так, ты у нас пошёл в туалет. А ты, дорогая моя, должна искупаться. В общем, сегодня у нас день рождения нашей Кристал. Да, друзья мои, наконец-то... О-оу. Что с тобой? Хорошая моя. Тебе любви не хватает. Я думаю, что твой хозяин сейчас тебе даст достаточно любви. Любви и нежности. Давай быстренько вниз. Бегом, дорогая моя. Бегом. Сейчас Джон с тобой поиграет. Джон тебя узнает получше. Джон с тобой поговорит. Мы тебя обнимем. Ещё раз узнаем тебя получше. Джон. Не тормози. Такс. Давай тебя ещё раз обнимем. Просчесываем тебя. И вообще похвалим. Так. Ну, в общем, друзья мои, как вы понимаете, наши девочки уже, в принципе, были более-менее готовы. Я думаю, что нам стоит сменить одежду. Давайте-ка переоденемся на вот такой вот наш стандартный нарядец. Куда ты переодеваешься? Что это с волосами было? Ты у нас переоделась. И теперь нам с вами стоит спуститься вниз и посмотреть, что же у нас тут интересного. У нас здесь с вами находится... Во-первых, надо взять на ручки свою девочку. Подними, пожалуйста. Ты же искупалась? Да, ты искупалась, но ты тоже голодная. Мы с вами взяли на ручки нашу Кристалл и пошли, знаете, знать, как вот так вот ни в чём не бывало вниз на кухню. То есть как бы проголодалась наша женская половина этого дома. Они проголодались, прошли через весь дом и увидели, друзья мои, да, они увидели тортик. И, знаете, Анна так вот немножечко, ну, удивление не особо видно, но Анна действительно была удивлена, потому что, ну, она не ожидала, она не ожидала. Да, она, конечно, рассказала, что у неё был день рождения, что у её дочери завтра день рождения, но знать, что Джон что-то приготовит, тем более, вы представляете, мужчина, который готовит. У него есть собака, которая очень добрая и милая, то есть просто Джон сейчас стал идеальным таким вот мужчиной, и, конечно же, это всё очень удивило. И Анна теперь решила помочь задуть свечи своей дочери, то есть как бы, ну всё, готовимся. Кто тебя названивает? Всё, я тебя прошу. Паула Рокко, давай-ка мы хоть понаблюдаем, как это будет выглядеть. Убрать, пригласить. Так, нет, нам, мы будем здесь просто смотреть. Ну что, ребят, сейчас мы увидим, какой у нас станет Кристалл. Кристалл? Ну что, какой же ты у нас станешь-то? Покажись, Кристалл. Всё, друзья мои, Кристалл повзрослела. Я думаю, что наша девочка, так как она у нас должна быть особенной, мы для неё выберем интеллект. Пусть она у нас будет... А, она у нас, в принципе, всё понятно. Она, мне кажется, будет действительно интеллектом стрелять, и пусть она будет у нас гениальным, то есть маленьким гениальным ребёнком. Вот она, друзья мои, вот она наша девочка. И эта дочка, как вы знаете... Ты что, раков боишься? А, ты голодная. Давайте-ка мы поставим на место... Я думаю, что нам стоит... А, взять кусочек. Бери кусочек. И ты возьми кусочек. И ты возьми кусочек. Все берите кусочек. А ты можешь взять кусочек? Нет, блин. А кусочек собачки мы можем дать? Пригласить за стол? Нет, к сожалению. Блин. А я-то думала. Я-то думала, что мы сможем Эмбер сейчас накормить. Ну, а у Эмбер есть что покушать. В общем, как видите, они все, наши дамочки, вместе с Джоном собрались. И всё. И теперь у нас, как говорится, бон аппетит. Ты куда смотришь? Там что-то в окошке. Как видите, у нас тут и цветочки стояли. И вообще полнейшая красота. То есть полнейшая идиллия. Учитывая, что это мама и папа нашей Кристал, то мне кажется, что смотрится она очень даже так вот симпатично. Тем более, что и семья смотрится очень даже здорово. Так, манеры у нас. Хорошая манера. Кто мне звонит? Анне нужно быть на работе, друзья мои. Окей, я думаю, что мы с вами будем работать из дома. Что у нас сегодня по заданиям? Так. Сделать снимок в спортзале? Я же и так в спортзале. Ладно, ребята, будем делать вид, что мы с вами работаем. Мы с вами очень активно работаем. Сразу вам хочу сказать, что нашей девочке, нашей Кристал, очень понравилась Эмбер. То есть они как-то, знаете, вот сразу же сдружились. Я думаю, что мы попросим сходить в туалет сейчас нашу Эмбер. И вообще с ней поиграть. Анна же решила, что сегодня у нас такой вот достаточно важный день. Поэтому стоит хотя бы, может быть, ну, немножечко изменить себя. То есть как бы прическу поменять. Да и вообще, наверное, стоит переодеться. Она взяла кое-какие вещи с собой. И поэтому мы сейчас, наверное, и Кристал нашу немножечко, ну, поменяем. Ну, не то, что поменяем. Может, прическу поменяем. Может быть, нарядец. Сейчас я посмотрю и покажу, что у нас получится. Ну что, посмотрим на преображение наших девушек. Итак, так как у нас сегодня у нашей Кристал день рождения, я решила, что она должна быть у нас достаточно нарядной. Поэтому я выбрала для нее такой вот красненький нарядец. Это у нас туфельки аккуратные. Юпочка, немножечко такая вот веселая футболка с прикольным жирафом. И красный бантик, друзья мои. В общем, очень миленько смотрится. Она у нас как раз играет с Эмбер. И вообще, действительно, все очень мимишно. Анна, честно говоря, стеснялась немножко своего живота, ну, в очередной раз. То есть вы представляете, допустим, кто-нибудь из знакомых видит, что она снова беременна. Что об этом можно сказать? Как об этом можно сказать? Поэтому Анна, как и в прошлый раз, она пыталась скрыть свой живот немножечко. Она выбрала для себя такой вот длинный вязанный свитер. Вот такие вот леггинсы по джинсу. И сапожки. И немножечко видоизменила свою прическу. То есть как бы она ее перечесала, перезачесала. И теперь она у нас выглядит вот так вот. Ребята у нас решили смотреть телевизор. Кстати, ребят, прошел же глюк... мамочки. Прошли глюки с телеком, и это очень круто. В общем, наш Кристалл играет. Который час? Девять утра, а у нас уже все встали. Вы представляете? То есть у нас уже все что-то делают. Может быть, давай-ка... Так, ты попросишь сходить в туалет? Ты же в туалет хочешь, да? Да, ты хочешь в туалет. Сходи, пожалуйста. Что значит тю-тю-тю-тю? Сходи в туалет, говорю тебе. Сходишь? Может быть, у нас тут все заперто? Ребят, я уже боюсь, что у нас реально тут все заперто. Так, а ну-ка, давай-ка выйдем на улицу. Давай, хорошо, ты меня не слушаешь. Давай-ка мы тебя позовем. Есть тут возможность позвать? Узнать лучше, поговорить. Не-а. А ну-ка, иди сюда ко мне. Дорогая моя. Эмбер, прошу тебя, подойди. Я тебя хочу, конечно, получше узнать. Но если ты ко мне подойдешь, конечно же. Я бы хотела с тобой поиграть. Ой, слушайте, а что мы паримся? Она же, Эмбер, сама все может сделать. У нас же стоит супермод на этот самый. На питомцев. А что я парюсь-то? Действительно, Эмбер. Я думаю, что тебе лучше подойти вот сюда в садик. Иди сюда. И я тебе предлагаю... Сходи. Ага, этот у нас не работает. У нас же тут все криво немножечко с этим модом работает. Танец нетерпения? Так сходи себе в туалет. Нет, не, ребят, вот это у нас получается нерабочая часть. То есть, как бы, что-то у нас работает, что-то у нас не работает. Ладно. Давай-ка ты у нас подойди сюда. Это же твоя собака. Давай-ка ты попроси сходить в туалет. А то я чувствую, что мы долго будем просить. Сходишь, а? Вы видите, что не ходишь? Наконец-то услышала нас Эмбер. Наверное, Эмбер слушается только своего хозяина, как вы понимаете. Так, ну, у вас всех все в порядке. Я смотрю, что Анна в порядке, ты у нас снова тортик кушаешь. И вообще, как видите, у нас все миленько, красивенько. Главное, что... Ты что, нейтральный? А может быть, ты уберешь лужицу? Ну да. Мы не сможем тут протирать лужицу, потому что, как бы, она же у нас на земле находится. Тебе стоит тоже сходить в душ. То есть, как вы понимаете, у нас тут все очень так вот миленько, симпатичненько. Такая вот практически идеальная семья получается. Потому что Анна у нас очень счастлива. Очень счастлива. Она, блин, пришла к своей первой любви. То есть, вы понимаете, Анна была еще тогда у нас молодая, в колледже училась. Она пришла к своей первой любви. Он ее принял. И теперь она у него дома. Блин, наверное, любая бы девушка на ее месте была бы счастлива. Но Анна, конечно же, переживала немножко. Кто звонит? Кристал? Терри? Терри! Наш дедушка позвонил! Ну, мы сделали вид, что дедушка нам не звонил. Уберю. Анна? Анна, тебе лучше выйти. Вот, так-то лучше будет. Я думаю, что нашим сегодня главным героям сейчас, даже не сегодня, а сейчас, стоит сходить куда-нибудь в кафешку. Посидеть, пообщаться опять-таки. И отпраздновать, в принципе, день рождения. Потому что, ну, блин, ну, хотелось бы. Я вот думаю, в кричащий хлам, наверное, не стоит ходить. На утесы мы можем сходить просто в кафе. А давайте-ка действительно в кофейню сходим. Выпьем кофеечку. Нам нужно с собой взять Анну. И... И все? Подожди. А-а-а! Ты не ты у нас будешь отправляться. Это у нас будет отправляться как раз наша дорогая Анна. Потому что, как видите, у нас из-за глюков с модами... Да, кстати, ребят, скорее всего, в правом углу я постараюсь заклеить. Там будет все время дотошная надпись, которая будет нам писать... Пожалуйста, типа, включите моды и т.д. и т.п. У вас глючные моды. Я просто размещу, скорее всего, эту табличку. Она будет... Ну, там какая-нибудь... Какую-нибудь картинку. Может, Sims 4 или еще что-нибудь. Потому что, к сожалению, она не пропадает. А какой мод глючит, на данный момент, я не знаю. Но обязательно я с этим всем разберусь. Не переживайте. Итак, мы с вами находимся в кафешке. Как видите, ребят, тут у нас народу очень и очень много. Кто-то у нас тут... Почему наши каноли разместили вот здесь на столе? Так, дорогая моя... Да, слушайте, вы посмотрите, какая у нас умная девочка. Она пришла на свой день рождения и начала делать домашнее задание. Забирай бегом каноли. Ох, забрали наши каноли. Это не наши макияжи, случайно? А ну-ка. Нет. Это... Я-то думала, что нам сейчас макияжи наши сделают. Я что-то не вижу моего заказа. Мои заказы вообще сегодня будут делаться? Уважаемые, я бы вас хотела... Слушайте, у нас вообще все они поуходили. Что у нас за странные бармены здесь? Никто ничего не делает. Зато у нас дама с цветами какая-то ходит. О, наши тут булочки есть. Каноли. Давай-ка скушай каноли. Это будет, допустим... О, молочага. Молочага. Анна. Анна, я смотрю, что тебе не очень хорошо, я так понимаю. Ай, я хочу заказать еду. Я хочу здесь скушать круассан. И я хочу, чтобы Джон у нас перекусил. Хотелось бы действительно просто хотя бы посидеть просто. Да, день рождения у нас еще будет хороший. Слушайте, а что это с Джоном такое? Интересно, у него такой нарядец. Я даже не помню, как я его так наряжала. Но я смотрю, что все-таки довольные, все-таки счастливые. Хотелось бы, конечно, день рождения нашей девочки отметить как-то по-особенному. Ну, вы понимаете, у нас такая вот ситуация произошла совершенно, ну, неожиданная. Потому что ни Джон не знал, что Анна с Кристал к нему переедут. Ни эти девочки у нас этого не знали. Но, тем не менее, тем не менее, друзья мои, вы понимаете, что день рождения мог бы быть гораздо хуже. А так получается, что наши главные героини, они еще и поселились в достаточно большом доме. Ну, хотя бы на пару дней. И, в принципе, как видите, кушают тут всякие вкусности, всякие вкусняшки. То есть, у нас тут в целом все идет по плану. Чувак, ты как-то странно выглядишь. Так, всем приятного аппетита. А куда вы все сели кушать, пожалуйста, скажите мне? Анна, а где твоя... Ты кто вообще? Аксель, я не помню, что я вообще с тобой знакомилась. Я хотела забрать своего макеата. Мне дадут его? Мака. Латте. Булочка. Хорошо, давай съедим булочку. Анна, просто подорвись и съешь булочку в честь дня рождения своей дочери. Потому что ты будешь очень долго ждать, когда тебе предоставят такую возможность что-нибудь кушать. Я смотрю, что наша Кристалл очень даже довольна. Очень даже довольна. О, у нас какой-то сегодня фестиваль. Фестиваль специй, но мне кажется, что на фестиваль специй нам не стоит отправляться. Кто нам уже звонит? Паула Рокко нас хочет позвать на фестиваль. Не, прости, пожалуйста. У нас сегодня день рождения у нашей девочки. Мы хотим, ну, просто посидеть в кафешке. Это мой напиток? Убрать и помыть. Ты мне напиток можешь сделать, дорогой мой? Так, так, себе подарок. Дариному коню в зубы не смотрят. Понимаешь, подарки подарками, но не в подарках же счастье. Счастье у нас в каких-то там, не знаю, во внимании. Дай мне булочку. Да что же вы все прилазите тогда, когда мне надо? Видите, как сложно в этой кафешке покушать? А, у нас пятница. Это булочка. Вот, хватай булочку. Хватай булочку. А, мы уже кушаем наши булочки. Понятно. Кушаем наши булочки. Это слишком забавно звучит. Ну и давайте-ка скушаем здесь еще один круассанчик и будем топать. В общем, ребят, как вы понимаете, у нас получился такой вот пятничный... Это парень? Кенга? Кенга, я не помню, чтобы мы с тобой подружились или вообще... Что это у нас тут за сборище мужчин? Ладно, неважно. В общем, пятница, как вы понимаете, кафешка была людная. Но, тем не менее, Анна была очень рада, что вместе со своей дочерью... Да, правда, дочь почему-то сидит на полу и играется с игрушками. Но она была очень рада, что... Она встретила Джона. Она была очень рада, что она смогла как нормальная, как белая женщина, скажем так. Это такое выражение, ребят, если что. Она смогла отправиться в город, посидеть в кафешке, пообщаться с Джоном. Ну, практически, будем считать, что они общаются. Ее дочь была достаточно счастлива и вообще, в принципе, все было в порядке. И, знаете, она как-то начинала так вот поглядывать на Джона. То есть, как бы, ну... Это нормальная жизнь. Это нормальная жизнь. То есть, как бы, вместе с Кроу ей было очень хорошо. Ей было спокойно. Но это жизнь с вампиром. Это жизнь с вампиром. А Джон, он простой смертный. И он бы мог получиться, наверное, хорошим мужем. Ну, опять-таки, это такие мысли вслух. Вот, ни в коем случае пока что он ей ни предложения не делал, ничего. Но у Анны уже начинали проскакивать какие-то мысли. И все же Джон подумал и решил, что, наверное, стоит попробовать сходить на фестиваль специи. Потому что, ну, какие-то организовывать сейчас моменты, что-то куда-то где-то ездить будет немножечко накладно. Поэтому проще будет действительно сходить в город. Возможно, там будут какие-то фейерверки. Девочке, скорее всего, это понравится. Поэтому мы сейчас с вами берем наших троих ребят. И, кстати, шесть вечера на минуточку. Нам можно будет на часик сбегать на фестиваль специи. И все, Джону стоит возвращаться. Ему нужно будет заехать в офис, разобраться с кое-какими бумагами и кое-какими проектами. А вот и наш фестиваль, ребятки. Мы с вами явились. Я смотрю, что Анне уже срочно нужно ложиться спать. Но Джон хотел прикупить какие-нибудь, например, специи, чтобы... У-у-у, можно было бы что-нибудь вкусное приготовить. Так, я предлагаю участвовать в состязании. Давай-ка поучаствуем вместе. И ты поучаствуй. Терри, Терри, прости, пожалуйста, но я с тобой не разговариваю как бы. О, у нас тут, смотрите, уже вечер, уже красотища такая вокруг и везде. Можно у тебя что-нибудь купить, уважаемая? Заказать еду? Торговаться? О, мы уже можем прямо торговаться. А можно мне купить сувениры? Я хочу купить сувениры и... Почему ты пошла петь, дорогая моя? Ты не петь должна. Ты должна пойти купить какой-нибудь няшный сувенирчик, чтобы мы, например... Ух ты, какие у нас тут артики. Запустить могли фейерверки и т.д. Так, я хочу купить, ну, во-первых, парочку действительно специй. То есть наш Джон дал денюжку и сказал, иди купи какие-нибудь специи. Бенгальские огни, друзья мои. Я думаю, что мы купим шесть штучек. Давай возьмем шесть бенгальских огней. Интересно, а сейчас мы можем их поджечь или нам тут не разрешат? Давай зажжем бенгальский огонек. Зажигай, моя дорогая. Смотрите, ребята, какая красотища. Как раз идеальный день рождения у нас получается. Я думаю, что мы бенгальский огонек можем дать также нашей Анне. Где наша Анна? Анна? Пожалуйста, ты слишком грустная. Я хочу, чтобы ты немножечко хотя бы улыбнулась. Я понимаю, что ты хочешь спать. Иди-ка сюда. Нет, домой пока что не нужно тебе идти. Анна? Давай-ка ты улыбнешься нам тут всем. Зажги бенгальский огонечек, покажи нам с ребятами. О, посмотрите. Посмотрите, как это все очень мило. Как сказать мило-то? Грустно немножко смотрится. Но в то же время... Такая грустная мамочка. Улыбнись, пожалуйста. Мне самой становится грустно от ее вида. Как будто бы, я не знаю, ее обидели там уже. Ну чего ты? Я понимаю, что ты хочешь спать. Все будет хорошо, дорогая моя. Все будет прекрасно. Все у вас наладится вместе с Кроу. Или ты там с Джоном будешь. Мы пока с ребятами не решили, что будет. Что будет в твоей жизни происходить. Но тем не менее, блин, мне так нравится бенгальский огонек. Жалко, он, конечно, не желтенький. Потому что желтенький нам, наверное, бы больше подошел. Ну, а даже зеленый с фестиваля специй. Я смотрю, что у нас футболка уже там есть. По-моему, наш Джон что-то у нас успел выиграть. Футболочку. Видимо, ему острое блюдо очень даже подходит. Что, все потухло? Печалька, друзья мои. У нас уже все потухло. Так, у нас уже 8 вечера. Я думаю, что принимать участие в фестивале специй уже не стоит. А нет, точно не стоит. Кстати, а давай-ка ты попробуй еду. У нас тут еды столько наготовили. Может, наша дочка сможет что-нибудь положить в ланч-пакет. Упакуем в ланч-пакет. Действительно. Зато тут можно покушать, как говорится, на халяву. Это у нас даже, знаете, скорее напоминает фестиваль уличной еды. Так, молочинка. Ты у нас ответственная. Положи в багаж. Пошла куда-то, села на скамеечку. Только я тебе прошу, с тетями незнакомыми не общайся. Так, покушаем. Перекусила. Положи, пожалуйста, забери ланч-пакет. Пусть он у тебя будет... Нет, не-не-не, дорогая моя. Я думаю, что тебе наедаться точно нельзя. Уже ночь. А тут, скорее всего, все блюда... Блюда острые. Поэтому давайте-ка мы с вами будем потихонечку просто отправляться уже домой. Итак, после возвращения домой Джон у нас отправился по своим рабочим делам. Как видите, у нас уже глубокая ночь за окном. Да даже, ну, не глубокая ночь, но просто вечер, темно уже. И Анна решила, что надо немножечко приготовить что-нибудь вкусненькое. Допустим, курочку пожарить. Потому что, ну, как вы видите, у нас уже семья достаточно большая здесь живет. И Анне очень хотелось порадовать Джона немножечко. Потому что он же все-таки им так помог. Поэтому, как видите, она у нас в отличном настроении. Пошла действительно себе куховарить. Тем временем Кристал отдыхала перед первым учебным днем. Как вы понимаете, ей уже нужно было отправляться в школу. На следующий день. Но, так как на улице уже становилось немножечко прохладно, она решила немножечко посидеть у камина. Как вы понимаете, у нашего Джона даже камин был. Он у нас достаточно такой вот состоятельный был. И, кстати, Кристал, как я уже сказала, ей очень нравилась собака, с которой жил наш Джон. То есть, как бы, они тоже подружились с Эмбер. И Кристал, знаете, в глубине души. Она понимала, что они скоро вернутся домой. И очень хотелось тоже себе песика. Потому что собаки, ну, в принципе, собаки няшные, как вы понимаете. И вот та связь, которая установилась между Кристалом и Эмбер, Эмбер очень нравилась. И она очень надеялась, что она сможет, например, уговорить Анну купить ей щенка. Кристал поглядывала в окно и вдруг увидела на улице достаточно большую собаку, которая сидела прямо перед их домом. Чёрный-чёрный пёс сидел и смотрел на их участок. Он его рассматривал. И, честно говоря, что-то пугающее, но в то же время такое вот интригующее было в этой собаке. Я не знаю, как в собаке может что-то быть интригующее, но она, знаете, так вот просто сидела и смотрела. И наша Кристал заинтересовалась, мол, что это за пёсик такой. Тем более, что у собаки была достаточно такая вот яркая отметина на глазу. То есть она у нас, получается, имела такой вот... Это даже не шрам, а действительно белое пятнышко на глазике. И действительно собака была просто огромная и чёрная-чёрная, как чёрная ночь. Кристал решила выйти из дома и посмотреть, что же это у нас. За собаку такая сидела возле дома, поэтому она с радостью выбежала к ней. И, как видите, начала гладить, играть с ней. И собаке-то очень-очень сильно понравилось. Она даже хотела угостить какими-нибудь вкусняшками нового пёсика. И, как видите, она ей руку дала понюхать. И собака с ней, в принципе, достаточно активно общалась и играла. И, к сожалению, так как Анна готовила на кухне, а кухня у нас находилась в противоположном конце дома. Ну, то есть не с этой стороны, а с другой. То Анна совершенно не слышала, что Кристал покинула дом и вообще, в принципе, куда-то пошла поиграть. А когда она услышала лай отдалённый, то она решила, что, скорее всего, Кристал с Эмбер играет. И как-то вот на улице... Правда, она понимала, что нужно уже скоро спать ложиться. Ну, ладно, пусть Эмбер и Кристал немножечко ещё поиграют и, в принципе, потом можно уже будет отправляться спать. Время действительно уже было позднее. Анна закончила приготовление завтрака на следующий день. Вышла на улицу и поняла, что она не видит своей дочери. Совершенно нигде её нет. То есть улица была совершенно пустая. И ни собаки, которая гавкала, ни своей дочери она здесь почему-то не увидела. И, честно говоря, Анну охватил страх, потому что, блин, где же Кристал? Где же Кристал? И она увидела, что Эмбер тихонько посапывает в своей, скажем так, кроватке. У неё была небольшая такая вот подстилка. А Кристал нигде не было видно. И, как вы понимаете, это Анну очень сильно испугало. И она просто действительно не знала, что делать. Куда же делась её дочь? Анна ходила по улицам вокруг дома и звала Кристал. Но, как вы понимаете, Таня не отзывалась. Она спросила у прохожих, не видели ли вы где-то мою дочь? Девочка маленькая с тёмными волосами, с красным бантиком. И вообще хоть кого-нибудь, хоть какие-нибудь намёки. Может быть, вы что-нибудь слышали или ещё какие-то, не знаю, признаки. И молодой человек, с которым она столкнулась, он говорит, да я типа тут это, ну, на тус уйду. Ну да, тут какая-то девочка пробегала, девчонка маленькая. И с ней была рядом какая-то здоровая чёрная собака с отметиной на голове. Я, честно говоря, не обратила особо внимания. Но девочка бежала очень активно за собакой. И Анну, как вы понимаете, это очень сильно насторожило. Потому что она Кристал воспитывала, в принципе, неплохо. Она всегда её учила не ходить с незнакомцами. И вообще стоит себя вести очень аккуратно. И, конечно же, она спрашивает у парня, типа, ты уверен? Ты уверен, что девочка, вот она даже фотографию показала? И парень говорит, да, это она, типа, да ладно, типа, тёла, типа, мне бежать нужно, всё, короче, отстань от меня. И Анна просто была в ужасе, потому что Кристал пропала. Кристал пропала, и Кристал убежала куда-то с какой-то собакой. Мало ли, что это за собака. Насколько она там блохастая, не блохастая, что она может сделать с её дочерью. Анна, в принципе, понятия не имела. И она была просто в ужасе. Она, ну, как вы понимаете, её друг Джон на работе. Она осталась одна. И она просто не знала, как ей поступить дальше. И, к сожалению, единственный выход, который она видела из ситуации, это необходимость связаться с Кроу. Необходимость позвонить Кроу, написать, потому что, ну, это же... Это же Кристал. А Кроу был очень привязан к Кристал. И поэтому ей стоило сделать такой вот шаг, друзья мои. Ну что, я думаю, что на этой ноте нам стоит с вами сделать перерывчик. Подведём сразу же итог этой серии. Значит, Джон и Анна, как вы видите, очень даже так вот подружились. И Джон предложил переждать бурные моменты в жизни нашей Анны у себя дома. Мы пришли к нему домой, увидели, что у него просто великолепный дом. И, честно говоря, Анна немножко опешила. И тем более, что на день рождения Кристал... Джон в попыхах, он, знаете, устроил такой, ну, как... Ну, это не день рождения, но он приготовил тортик. Он взял Анну и Кристал в кафешку. Они покушали всяких вкусняшек. Потом они сходили на фестиваль специй, который как раз открылся в городишке. И там даже бенгальские огоньки позажигали. То есть для Кристал это вообще был мегапраздник. Потому что, как вы знаете, она у нас росла среди вампиров. И для нее это был, скажем так, вообще первый такой нормальный день рождения. И когда Кристал вернулась вместе с Анной домой, то Кристал, увидев большую черную собачку на улице, она очень хотела с ней, знаете, как-то увидела. Хотела подружиться, выбежала. И, к сожалению, Анна, когда пошла за ней, она ее больше не увидела. Что делать? Анна была просто в ужасе. Анна была в шоке. И единственный способ это было связаться с Кроу. И Анна, скорее всего, это и сделает в следующей серии. Я надеюсь, друзья мои, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. Вот такая у нас немножечко запутанная получилась серия. Если вы хотите большую серию по нашему сериалу, то обязательно ставьте лайк и нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы не пропустить новую серию. И, конечно же, жду ваши какие-нибудь интересные предложения по новому названию нашего сериала в комментариях. Я желаю вам всем хорошего настроения, удачи, позитива, добра. Увидимся в новой серии. Пока-пока.